Показательный инцидент произошел в подмосковном Жилино. Водитель автомобиля попытался выехать с придомовой территории, но его путь заблокировал внедорожник, из которого двое мужчин неславянской внешности выгружали товары и заносили их в магазин. Отметим сразу, водителю повезло, что вся ситуация записывалась на видеорегистратор, поскольку события развивались по непредсказуемому сценарию. Итак, водитель, не сумевший проехать, вышел из машины в поисках владельца автомобиля, блокирующего дорогу. Оказавшись безуспешным в своих поисках, он сделал несколько фотографий машины и вернулся в свой автомобиль. Сам пострадавший позже сообщил, что у него возник конфликт с владельцем блокирующего транспортного средства. Однако именно этот момент конфликта на записи отсутствует. На кадрах видно, как водитель сдает назад, чтобы покинуть двор другим путем, как вдруг. Неожиданно к его машине подбегает бородатый мужчина с предметом, сильно напоминающим кухонный нож. Подбежав к машине, было слышно, как он кричит «Выйди!». Также слышно, как он бьет по кузову машины. Вот как позднее описывал ситуацию владелец видеорегистратора, попросил его подвинуть машину с разгрузкой ближе к тротуару, возник конфликт, решил его объехать через другой дом. А он схватился за нож и побежал за мной. Заявление в полицию написал. Сообщил о ситуации и в Яндекс, передав его газномер. Через несколько секунд к этому бородачу приближается старший мужчина, пытаясь его успокоить и остановить. Потом он машет рукой владельцу регистратора, сигнализируя о том, что все в порядке и можно ехать дальше. Однако водитель не остался равнодушным и подал заявление в полицию. В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУМВД России Люберецкая поступило заявление от местного жителя о конфликте в поселке. Жилино, по предварительной информации, в ходе словесного конфликта, неизвестный мужчина подбежал к автомобилю, за рулем которого был заявитель, и направил в его сторону предмет, похожий на нож, сообщила пресс-служба МВД. По имеющимся данным, против нападавшего уже возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сообщается также, что полиция проводит мероприятие по установлению и задержанию лица, причастного к данному преступлению. На видеозаписи регистратора четко видно лицо нападавшего и номер его автомобиля. Это означает, что задержание – лишь вопрос времени. Вероятно, уже завтра станет известно о его задержании и появится видео с извинениями и обещаниями больше так не поступать. Нужно еще раз отметить, что водителю повезло. В похожей ситуации дикари из азербайджанской ОПГ-диаспоры напали на москвича Кирилла Ковалева, и все закончилось гибелью человека. Мы рассказывали о ходе этого громкого дела. Напомним, конфликт между несколькими мужчинами произошел 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Мигрант схватился за нож из-за простой просьбы от 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева. В тот день молодой человек подвез свою девушку до дома, где и обнаружил по-хамски припаркованный автомобиль. Машина стояла прямо на тротуаре возле входа в подъезд. Мотоциклист сделал замечание по поводу парковки и на него тут же набросились с ножом. Спасти парня не удалось, он скончался в больнице. В ходе следствия в квартире главного подозреваемого Шахина Абасова обнаружили 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. После совершенного преступления Абасов успел поужинать со своими друзьями в кафе, а затем попытался скрыться. Его нашли в Ростовской области, где и задержали. Также были задержаны двое соучастников, которые помогали ему скрыться. Тогда глава СК Бастрыкин поручил проверить источники происхождения миллионов налички, найденной у Абасова дома, а также проверить информацию о нарушениях, допущенных при получении им и его соучастниками гражданства и документов, разрешающих въезд в нашу страну. Благодаря пристальному вниманию к делу общественности, многочисленные попытки преступников уйти от наказания при содействии диаспоры не удались. Всем соучастникам вменяется статья «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!